Человек настойчив стоит давно, люблю настойчиво. Основание региональных бюджетов из федеральных денег на акад в 2020 году только урезали на 10 миллиардов, основание было 15 миллиардов, стало 5 миллиардов. В связи с чем такое заключение и будут продолжаться и дальше, и мы хотели получать то, что нам получали. Спасибо. Спасибо. В связи с чем такое отношение? Смотрите, первое. Вы назвали деньги от проекта «Скалин-2» условно-федерального. Это такой вольный оборот и вольный отношение. Знаете, у нас страна не живет по принципу, что находится на территории, и то принадлежит территорию. Так не бывает, потому что в этом случае она сейчас уменьшается, доля бюджета от добычи полезных ископаемых. Но все равно это 40% довольно много. Если оставлять эту долю непосредственно в территориях, где их добывают, то у нас будет Ямал-Ненецкий округ, у нас будет Пермь, Башкирия, Тюмень, ну еще несколько территорий хорошо жить. Москва, потому что все равно это центр. А остальные, чтобы делать непонятно совершенно. Я называю вам простой сектор. В рамках субсидии, которая выделяется на развитие социальной инфраструктуры, о которой вы упоминаете, на все территории в среднем на одного человека приходится от 6 до 10 тысяч рублей в год. В целом, учитывая количество населения, это не маленькие цифры, это миллиарды, но самая большая цифра у нас 10 с небольшим тысяч у Чукотки. Там действительно непросто людям жить. Ну, остальные цифры, вот я еще раз говорю, 6-7. Сейчас назовут цифру Сахалина. На одного человека приходится 73 тысяч. Это уже с учетом перераспределения. Еще добавить. Сколько здесь? 100-200. А остальные, что будут делать? Это не справедливо. Никакого увеличения нет. Спасибо. Спасибо, Юрий.